Спортивная Lada Roadster притягивает восхищенные взгляды. Удлиненная десятка премьер запускаются в серийное производство. А новый народный автомобиль может носить имя Мишка. Что, б вы думали, объединяет эти темы? Речь про 2000-й год в истории нашей страны. Это передача об автомобилях, которые стали частью времени и временах, которые запомнились благодаря автомобилям. И в новом эпизоде нас ждет очередной насыщенной событиями 2000-й год. 21-й век начинается. Западные автопроизводители бойкотируют международный московский автосалон 2000-го года. Расценки для участников, говорят, слишком велики. Неудачно и время проведения выставки в отпускные месяцы. Свои стенды в экспоцентре строят только Рено и Хёнде, почувствовавшие перспективы на российском рынке. У Лады, например, двухэтажный стенд и россыпь эксклюзивных премьер. Одна из них – Лада Ростер Концепт. Ростер создан в течение 8 месяцев на укороченной базе переднеприводной Лады Калины. А под его капотом прячется двухлитровый мотор мощностью 105 лошадиных сил. Кузов Концепта сделан из композитов и имеет прозрачную крышу. С помощью электропривода крыша за считанные секунды может сдвигаться на багажник, открывая пассажирам небо над головой и не съедая полезное пространство внутри багажника, как это часто бывает у кабриолетов. Салон двухместный, перед водителем перспективная передняя панель в стиле Калины. Дизайн Ростера одновременно лаконичный и дерзкий. К тому же сам по себе кузов Ростер на пике популярности. Что-то подобное предлагают и Мерседес, и Фиат, и Ауди, а первый Порше Боксер и вовсе вытягивает штутгургскую марку из финансовой пропасти. Автоваз тоже в теории может наладить производство Лады Ростер на мощностях опытно-промышленного производства, где уже делают и ранние версии Самары 2, и минивены Надежда, и новую Ниву. Но, увы, даже самой по себе Ладе Калини требуются еще годы доводки, уже не говоря про экзотический Ростер на ее базе. Группа энтузиастов пытается построить новый народный российский автомобиль. Ох, сколько раз мы слышали о таких попытках в прошлых выпусках гаражных записок. За это время на роль народной машины претендовал и Фиат Панда. Его хотели собирать на мощностях бывшего тракторного завода в Елабуге. И микролитражка автоваза Гном размером меньше Аки. На народный автомобиль даже собирал деньги олигарх Березовский. Машина бы называлась ВАЗ-1116. И вот новый проект. Опять очень компактного размера. И с чисто русским именем. Мишка. Что там говорить. На московском Апсалоне 2000 года показывают целую линейку будущих мишек. Это и легковой хэтчбэк, и пикап, и грузопассажирская версия для малого бизнеса. Есть даже полноприводный электромобиль с четырьмя мотор-колесами. Народный Мишка имеет длину всего 3,3 метра. Это как раз габариты Аки. К тому же у микролитражки пластиковый кузов на металлическом каркасе, непонятная ситуация с пассивной безопасностью и туманные перспективы производства. Зато потенциальная цена 1800-2500 долларов. С учетом инфляции доллара это около 4000 долларов сегодня. В перспективе на машину можно будет даже поставить кондиционер-гидруситель или автоматическую коробку передать. Выпускать Мишку хотят то в Туле, то в Москве на мощностях завода ЗИЛ. При этом новости о машине продолжат приходить даже десятки лет спустя. За это время компания сможет выпустить, к сожалению, считанные единицы Мишек и раствориться в новой автомобильной России. Когда на первые полосы газет и журналов выйдут совсем другие автомобильные стартапы. Маруся с ее суперкарами, гибридные е-мобили, а по-настоящему народными в стране станут не микроскопические хэтчбеки, а недорогие седанчики Б-класса, вроде Рону Логан. Впрочем, вернемся в Тольятти. Там АвтоВАЗ с помощью партнеров запускает в мелкую серию удлиненную версию десятки. Ей дается статное имя – Премьер. То ли намек на бурную политическую жизнь России тех лет – то ли наглавенствующее положение лимузина в линейке Лады. Причем это не просто разрезанный седан со вставкой посередине. У Премьера оригинальная крыша, пол, удлиненные задние двери, которые штампуют с использованием специальной оснастки. Ухудшившаяся жесткость кузова компенсируется усилителями на полу и за спинкой заднего дивана. И хотя более тяжелая и солидная машина с удлиненной базой должна ехать мягче стандартной десятки, Премьер, наоборот, как следует, потряхивает пассажиров на неровностях. Из возросшей массы сзади установлены более жесткие пружины от универсала ВАЗ-2111. Выпускают модель мелким тиражом по несколько десятков седанов в месяц и большинство из них оседает в Самарской области, где самые новые модели Лады традиционно очень престижны. Среди опций модели гидроусилитель, кожаный салон и кондиционер. За цену Премьера, в принципе, можно купить и иномарку, вроде Deonexia или Renault Symbol, но там даже близко нет такого простора и мало опций. Модель даже показывают на лейпцигской выставке, и она заинтересовывает греков и турков. Создатели Премьера даже подумывают об изысканной деревянной или карбоновой отделке интерьера, а еще присматриваются к универсалу ВАЗ-2111. Ведь если удлинить универсал, добавить ему высокую крышу, полный привод, то это же практически кроссовер. Ну или на худой конец отличная заготовка для скорой помощи. В мире назревает бум ретро-дизайна. Уже готовятся к дебюту новой мини, которую разрабатывают в BMW, а в США на год вперед выстроились очереди желающих купить новый Chrysler PT Cruiser. Не то хэтчбэк, не то универсал, не то минивэн, не то кроссовер. Сейчас уже никто не помнит, но ажиотаж вокруг модели был так огромен, что американцам в пару к заводу в Мексике пришлось добавить производство пятикрузеров в Австрии. Глядя на новинку, европейцы мигом забыли о предвзятом отношении к американской технике. Нравится, берем, заверните в бумажку. Готовится даже версия и для российских дилеров. С полноразмерной запаской, но без такой полезной защиты картера. Зато с возможностью залить 92-й бензин. Дизайнер модели Брайан Несбетт тут же становится звездой отрасли. И очень скоро назначается директором по дизайну у самого крупного американского производителя. General Motors. Спустя пять лет General Motors даже выпустит свою версию пятикрузера. Chevrolet HHR. Дизайнером которого, конечно, станет тот самый Брайан Несбетт. Но вот сама тема подобных ретро-универсалов как-то сама сойдет на нет. Сдается, нам дело не обошлось без бурного роста кроссоверов, которые перетянули на себя все внимание. Впрочем, идейный продолжатель дела Крайслера Пятикрузер все-таки живет и сейчас. Это Fiat 500L. Здесь вам и ретро-дизайн, и универсальный семейный формат кузова. Может, и Крайслер даже вернется с ремейком своего старого хита. Ингольштадт показывает свою альтернативу кроссоверам. Audi A6 Allroad Quattro. Так на рынке окончательно обрисовывается новый класс внедорожных универсалов. Выбирайте на любой вкус. Хоть Volvo V70 XC, хотите Subaru Legacy Outback, и вот, пожалуйста, новая A6. Сделан Allroad по простой формуле. Берем полноприводный универсал Audi A6 Avant Quattro, повышаем дорожный просвет и добавляем пневматическую подвеску всех колес, чтобы регулировать клиренс в широких пределах. Так, во время разгона на трассе Allroad автоматически понижается до 14 сантиметров, а на бездорожье кузов можно поднять до предельных 28 сантиметров. Это выше, чем у того же BMW X5. Нижняя часть кузова и брутальные расширители Oracle Road выполнены из утилитарного черного пластика, как бы намекая на регулярные выезды на природу. По сути, Audi представляет публике свой первый кроссовер, но он пока слишком напоминает универсал и требует от немецкого покупателя доплаты в 6000 дочь марок. А мода на псевдовнедорожные версии дойдет и до самых простых малолитражек. В рутальных черных обвесах будут еще гулять и Renault Sandero Stepway, и Kia Rio X, и даже Lada Vesta Cross. Вот такую вот моду когда-то заварили Audi A6 Allroad Quattro, Subaru и Volvo. А пока нас ждет следующий выпуск гаражных записок про новинки и события 2001 года. А это была передача об автомобилях, которые стали частью времени, и временах, которые запомнились благодаря автомобилям. Увидимся в эфире.